Ближнее завол уже считается одним из наиболее благоприятных и удобных для жизни мест в Твери. Но, увы, только не для жильцов старого кирпичного дома на улице Мусоргского. Людям приходится жить в прямом смысле слова по колено в мусоре и проходить полосу препятствий в подъезде, чтобы попасть в свою квартиру. Это давняя проблема, накапливавшаяся, пожалуй, не одно десятилетие. Подробности в нашем сюжете. Дом на Мусоргского 6, корпус 5, 1961 года постройки. Раньше он был ведомственным общежитием, а на первом этаже располагалась медсанчасть для военных. Годы шли, все менялось. Вот и общежитие в ближнем заволжье стало никому, по сути, ненужным. Медсанчасть эксплуатировать не стали, забросили. А первый этаж облюбовали наркоманы и люди без определенного места жительства. От такого соседства страдают жильцы верхних этажей. Первый этаж не жило. Это место дислокации, кому не попадя, скажем так. Подъезды всегда открыты. Наркоманы однозначно. Можно сделать то, что надо. В аварийном состоянии электропроводка. Проблемы с водоснабжением. Галина Федоровна живет в этом доме с 1987 года. Сначала жилье было в нами, но в годы перестройки она его приватизировала. Сейчас в собственности у женщины две комнаты. Условия, в которых она проживает, цивилизованными назвать сложно. Вода на четвертый этаж плохо поступает. Две мойки на кухне. Если я включаю у себя воду, то соседнюю мойку она уже не поступает. А когда внизу включают воду, так нам тоже полностью не поступает. Вот ждем, пока там соседи уйдут куда еще чего. Ну, набираем воду, бутылки, ведра, стиральную машину сейчас же электрические. Включаешь, если она работает и вода не поступает. Приходится из бутылочки доливать, помогать ей. Полы на первом этаже подъезда из-за протечки канализации местами прогнили. И чтобы попасть к себе в квартиры, жильцы третьего подъезда вынуждены были бросить старые двери на пол. В подъезде стоит зловонный запах. Жильцы не раз обращались с жалобами в госжилинспекцию. И надо заметить, в ведомстве отреагировали. Чем могли, помогли. Но радикально одолеть весь объем проблем, конечно, оказалось не под силу. Слишком запутанная и запущенная ситуация с подведомственностью и обслуживанием этого дома. Подобный случай ярко свидетельство того, что в коммунальном секторе накопилось много проблем, констатировал депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Народный избранник пообщался с местными жителями. Лично осмотрел весь первый этаж, который заброшен уже второе десятилетие. Жилье изначально было ведомственным от одного из ведомств силовых. А часть вроде бы находится в управлении некой компанией, обслуживающей организацией. Она уже нас, домовладельствия, не раз попадала в объектив в прямом переносном смысле наш. И мы знаем, что она попадала и в пользу зрения правоохранительных органов. Есть очень много вопросов к этой компании, к самому началу ее организации. Ну и по факту мы видим, что по сути дела с содержанием, обслуживанием жилого фонда, конкретно этого дома и некоторых других домов она не занимается. Моментального и простого решения проблем этого дома нет, сказал депутат. Вопрос требует детального разбирательства с привлечением многих сторон. От сферы ЖКХ до надзорных и правоохранительных органов. Для того, чтобы начать этот процесс, было решено, что жильцы напишут коллективное обращение, в котором изложат все трудности, с которыми им приходится сталкиваться, проживая в этом полужилом здании, которое сложно назвать домом. А мы будем следить за развитием событий и расскажем вам все подробности. Продолжение следует...